итак всем привет давайте сегодня с вами приготовим дрожжевое тесто для хлеба пирожков пирогов булочек я сегодня пеку хлеб такое универсальное тесто возьмем 260 миллилитров тепленькой водички выливаем теперь нам нужна ложечка сахара чайная ложечка это если на хлеб если на сладкую выпечку положите три столовых ложки остальная сладость у вас будет за счет начинки теперь берем дрожжи нам нужно две чайные ложки дрожжей сухие дрожжи постепенно оживают расползаются по поверхности сейчас когда они полностью проснутся мы все перемешаем мой смотрите что они там делают ложечки мои какие телодвижения ну вот и все давайте перемешаем теперь добавим чайную ложечку соли что-то что-то сверлит опять теперь нам понадобится примерно 430 грамм муки я меряю вот этим стаканчиком в огнем 150 я с помощью умерного замерила в этом 150 три таких стаканчика без верха ну без верха если из полных это 450 а если без верха ну где-то 430 430 можете если у вас большой стакан сразу 430 отсыпьте и сразу сюда а я постепенно раз 2 3 430 грамм муки теперь добавим 2 ложки растительного масла столовых раз два если вы хотите сделать постную выпечку сладкую тогда добавьте 4 или 5 ложек масла растительного когда тесто получите ну как бы более сдобным на вкус во всяком случае вам так будет казаться что она и с яйцами и с молоком и с маслом чем больше растительного добавить и тем больше сдобы будет в тесте ну как бы так будет казаться вас это не должно смущать почему да потому что сейчас большая часть выпечки в магазинах которые многие любят продается без использования изготавливается без использования яиц молока и всего такого просто на растительных жирах поверьте это тоже неплохо в домашних условиях на растительных жирах готовить тем более вы не на пальмах не на пальме готовите да не на пальмовом масла на подсолнечном масле без запаха кстати если вы готовите хлеб поможете добавить подсолнечное запахом это сделает хлеб еще более душистым замешиваем тесто сначала я работаю ложечкой чтобы руки не пачкать сейчас когда она загустеет и буду вымешивать уже руками так я думаю переходим к ручному замешиванию потому что она уже не поддается какой липкой смотреть если у вас будет такое же не пугайтесь нормально это нормально это мы сейчас преодолеем так нанесу немного масла как немного щедро нанесу масло на руки так смажу возьму этот непослушный липкий кусок и вот так его как бы внутрь подгибая все время видите вот так и внутрь его вот так подворачиваем муки немножко возьму так посмотрите дело уже лучше пошло она уже как-то слушать слушать состава вот такое не буду долго с ним возиться положил его обратно откуда взяла тарелку накрою другой тарелкой ну можете пленочкой накрыть чем хотите накрывать но принципиально и в тепленькое место его уберем подождем пока она немножко поднимется так смотрите тесто немного поднилось я не буду ждать полного поднятия потому что его обычно там ну надо дождаться пока она поднимется садить потом снова это слишком долго вот ой смотрите вот это та самая консистенция которая должна быть видите вот эти все дырочки поэтому я его сейчас обомну и положу в форму и форме она уже будет подходить полностью после чего я его отправлю в печку обминаю такое она стала нежная воздушная я не жду когда она полностью поднимется первый раз не вижу это никакого смысла а вот второй раз я жду полного подъема потому что от этого зависит высота изделия ну в моем случае по моему опыту да если их ставить хорошо поднявшуюся булку в горячую духовку то она потом получается высокая если поторопиться оно взошло например вот так чуть-чуть взошло и в горячую духовку оно конечно еще чуть-чуть поднимется но супер высоким не будет не будет поэтому я отправляю тесто в духовку когда оно достигло так сказать максимального своего объема первый раз долго не раз не растаяю так я буду класть такую форму для хлеба к сожалению у меня нет нормальной печки у меня есть только хлебопечка и то я лопасть потеряла поэтому я вымешиваю поэтому я вымешиваю тесто вручную потому что нет лопасти нет лопасти и все и хлебопечка превращается в обычную печку так помещаю форму форма старенькая выглядит не очень опрятно не обращайте внимание вы если хотите готовить из этого например пирог какой-то в духовке то формируйте пирог кладите начинку выкладывайте все на противень тоже и снова нужно будет накрыть и в тепленькое место поставить если пирожки тоже формируйте пирожки закладывайте начинку выкладывайте на противень и ждем когда это дело все подменится у нас так посмотрите я положила форму и буду ждать теперь когда оно вырастет в объеме я его помещу сюда она выключена ну просто чтобы не было сквозняка также можете убрать духовочку и чем-то сверху прикрыть чтобы не заветривалось выключено естественно так хлеб мы очень вырос стал огромный просто и сейчас время его выпекать так все готово и сейчас самый ответственный момент тадам 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 ivent